Жизнь пролетает настолько быстро, что порой у человека не хватает времени остановиться, задуматься и взвесить свои решения. А иногда за необдуманные решения приходится очень дорого платить. А можно ли отыграть всё назад, исправить ошибки? Есть ли способ нейтрализовать сказанное в сердцах проклятие или сделанное по дурости приворот? Смягчает ли вину чистосердечное раскаяние? Предлагаю вам сегодня за чашечкой чёрного ароматного кофе обсудить именно эту тему. Всем известно, что ничто не остаётся ненаказанным. Вселенная чётко отслеживает все проступки и порой жёстко карает засадеянное зло. А прощает ли она тех, кто осознал и выучил все свои уроки? И если возможно остановить проклятие целого рода, то есть ли шанс уберечь потомков от расплаты за грехи предков? Будет ли прощено злодеяние, если оно справедливое возмездие? Я столько раз слышала эти и подобные вопросы, что поняла, что пришло время разобраться в тонкостях исправления собственных и чужих ошибок. Как всегда, для наглядности, я расскажу вам историю, которая произошла с одним из моих клиентов. На самом деле, подобных случаев в моей практике было много. Но вот именно история Филиппа запомнилась мне больше остальных. Мужчина сам по себе был настолько ярким, настолько харизматичным, что мне кажется, сложнее было бы его забыть, чем сохранить образ в памяти. В общем, Филипп производил впечатление человека, у которого вообще абсолютно нет никаких проблем. Особенно с противоположным полом. Но без проблем ко мне, как вы знаете, не приходят. И в этом мой новый клиент исключением не был. Самое странное, что проблемы у него были именно с девушками. Высокий красавец-атлет. Сколько он ни пытался, но никак не мог создать семью. И он стал даже подумывать, нет ли на нем венца безбрачия или порчи какой-то, наведенной на одинокую жизнь. Наши праотцы рекомендовали холостякам, которым приходилось делать по дому всю женскую работу, повязывать на левое запястье серую шерстяную нитку. Чтобы не коротать свой век в одиночестве. Филипп поведал мне свою грустную историю. Вернее, их было несколько. Но одна не отличалась от другой. Мужчина знакомился с девушкой, между ними завязывался красивый страстный роман. Филипп ничего не жалел для возлюбленной. Цветы, подарки, рестораны, романтические поездки. Было все. Но как только он решал, что готов сделать предложение, и уже чуть ли не ехал выбирать кольцо, девушка сообщала ему, что встретила другого. В кого безумно влюбилась. И через какое-то время действительно выходила за соперника замуж. И так повторялось даже не три, не четыре раза. В общем, передо мной сидел не мужчина, а билет в новую жизнь для женщины. И если поначалу Филипп, как скептик, считал, что все вот это подобное совпадением, то вскоре изменил свою точку зрения и решил, что без магии в его случае явно не обошлось. Бытует мнение, что когда что-то происходит в первый раз, это случайность. Во второй раз – совпадение, ну а в третий раз уже закономерность. Как разобраться во всем этом? Как отличить упрямые знаки судьбы от случайностей и совпадений? Я дам вам сейчас несколько советов. Прежде всего, следует ориентироваться на свои внутренние ощущения, доверять внутреннему голосу, своей интуиции. Если он вам говорит, что ливень перед важной встречей всего лишь каприз погоды, берите зонт и смело шлепайте по лужам. Но если интуиция подсказывает, что дождь – это знак, чтобы отменить или перенести встречу, сделайте согласно вашему первому желанию. Не переубеждайте себя в обратном. Вообще, в посланиях и знаках Вселенной есть смысл. Знаки судьбы посылаются только для чего-то очень важного, чтобы направить человека по верному пути в трудную для него минуту. Или заставить сменить приоритет. Поэтому, если на лотерейном билете последние четыре цифры соответствуют дате вашего рождения, не спешите его покупать. Это не больше, чем совпадение. Выигрыш вряд ли кардинально изменит ваши жизненные ориентиры. Плюс для Вселенной деньги, как таковые, ничего не значат. А вот неоднократное повторение событий смело можно рассматривать как знаки Вселенной. Или духов рода. И Вселенная, и духи рода любят одним и тем же способом намекать, что человек неправ, и ему следует изменить что-то в самом себе, чтобы выйти из этого замкнутого круга и остановить определенную жизненную карусель. Человек подсознательно ставит в себе некие программы и жизненные убеждения. И поэтому события в нашей жизни цикличны. У каждого из нас есть жизненные принципы. Модель поведения и образ жизни. Что-то мы уже проживали, следовательно, подобные события через какое-то время уже вызовет у нас ощущение дежавю. Мы начинаем думать об этом, а мысли наши материализуются, непременно привлекая одно и то же событие. Вы, как и я, будете постоянно ловить этот мяч событий. Ну, или получать им по лбу. Поскольку ни сам мяч, ни веревка не могут изменить свою траекторию. Ваш кармический цикл будет повторяться до тех пор, пока вы его не отработаете и не перейдете на следующий этап. А для этого нужно... Совершенно верно. Самому изменить свое поведение, свое восприятие и свой настрой. Подумайте, проанализируйте. Что вы в прошлый раз сделали не так? В чем могла быть ошибка? Совершите противоположные действия. Иначе заезженная пластинка так и будет играть. Сигналы судьбы, подсказки от духов рода – всего лишь помощь для нас, а не руководство к действию. Это можно сравнить с предупреждающими дорожными знаками. Вы сами выбираете, следовать им или нет. И ответственность за выбор лежит на вас, а не на знаках. Но согласитесь, что явно они расставлены не просто так. Ну что, интересно, что будет дальше? Не забывай подписаться на мой канал и поставить лайк. В этом случае вы точно не пропустите мои новые видео. Филипп – успешный красавец-мужчина, пришел ко мне на прием с просьбой помочь выяснить, почему ему не удается создать свою семью. Все его невесты в конечном итоге выходили замуж за других парней. Повторяющаяся ситуация заставила некогда скептика Филиппа задуматься о магическом воздействии на его личную жизнь. Я четко ощущала от мужчины страх. Страх повторения неудачно закончившихся отношений. И этот страх притягивал подобные ситуации. Филипп подсознательно выбирал женщин, скажем так, влюбчивых, склонных принимать сиюминутные решения, ищущих выгоду. В своих предыдущих видео я уже подробно рассказывала, как работает страх и почему то, чего мы так боимся, с нами и случается. Кратко повторю для тех, кто по каким-то причинам пропустил те истории или только недавно присоединился. Каждая мысль, и позитивная, и негативная, имеет энергию. И вселенная реализует то, что имеет большую энергию, а не то, что мы хотим или не хотим. И страх является самой сильной негативной эмоцией. И потому создает, ну, большее притяжение. А если еще добавить тот факт, что вы постоянно крутите в уме эту картину, о которой вы боитесь, и постоянно думаете о том, как этого избежать, то получится, что вы мысленными повторами еще и усиливаете эту энергию. Потому именно нежелательное и притягивается, по сути, в вашу жизнь. Как этого избежать? Правило простое. Не думайте о том, чего вы боитесь и не хотите. А еще лучше перестать бояться. Но помимо страха, который программировал и усугублял ситуацию, я почувствовала и магическое воздействие. В роду Филиппа действительно лежало проклятие. И исходило оно от матери мужчины. Вообще слова, которые мать говорит своим детям, имеют особую силу. Достаточно вспомнить о традиции благословлять ребенка в путь или на брак, давая ему мощную родовую поддержку. Это же происходило не просто так. Материнское проклятие – это воздействие, не требующее никаких ритуалов, поскольку связь с детьми у женщины формируется сразу после зачатия. С этого момента мысли и слова, адресованные ребенку, оказывают на него огромное колоссальное влияние. По сути, женщине всего лишь нужно сформулировать посыл. А с его передачей никаких проблем нет. Матери достаточно разозлиться, выйти из себя. И каждое слово, направленное на ребенка, мощно ударит его. И запустит проклятие. Не обязательно при этом ненавидеть свое чадо. Во многих случаях это лишь выражение агрессии из-за несдержанности, излишней эмоциональности, усталости. Но, к сожалению, проклятие сына или дочери случайно наводится именно в такие моменты – потери контроля. И чем чаще повторяется подобное происшествие, тем сильнее окажется негативная программа. Поэтому будьте аккуратны в общении со своими детьми. И, как бы вы ни были злы на них, следите за своим языком. Наши предки зашивали под подкладку одежды птичьи перья. Они верили, что они способны защитить от проклятия из глаза. Также во внутреннем кармане они носили зеркало, отражающее стороной от себя, чтобы не допустить воздействия порчи. Услышав, что проклятие народ наслала мать, Филипп остолбенел. Он не мог в это поверить, поскольку ни разу не слышал от нее грубого слова, а абсолютно ни в чей адрес. Алла Сергеевна была женщиной мягкой, доброй, любящей всех соседей и знакомой. Их отношения с сыном были настолько доверительными и теплыми, что она даже поехала ко мне вместе с Филиппом, чтобы поддержать его. Она сидела рядом в приемной, ожидая окончания визита. Это было большой удачей. Не надо было ломать голову и тревожить духов рода, чтобы разузнать все про родовое проклятие. Алла Сергеевна, оказавшись в моем кабинете, потому что я ее пригласила, заметно занервничала. Но призналась, что она не сомневалась, что я захочу ее увидеть. И ей было, что рассказать, и в чем покаяться перед сыном. Сама бы она никогда не решилась, но когда Филипп отправился к экстрасенсу, она поняла, что правда все равно всплывет наружу. Особенно к такому экстрасенсу, как я. Пока она собиралась с духом, я уже увидела, что произошло в жизни юной Аллы. Но мне было важно, чтобы женщина все-таки сама, без моей помощи, рассказала все сыну. И она рассказала, что была в 18-летнем возрасте изнасилована взрослым мужчиной. Ее родители предпочли скрыть от всех этот позор и в полицию, тогда и в милицию не пошли. Они просто переехали в другой город, где Алла узнала, что ждет ребенка. Врачи из-за состояния здоровья не взялись делать аборт. И девушка с израненной душой от отчаяния сознательно прокляла того негодяя, кто надругался над ней и поломал ее жизнь. Алла Сергеевна позже пожалела о своем поступке. Уже через полгода, когда она едва не умерла в родах, новоиспеченная мать поняла, что начала расплачиваться за свое проклятие. Жизнь ей врачи спасли, но возможности иметь других детей, кроме Филиппа, у нее уже не было. Алла Сергеевна не сразу, но простила насильника. Как могла простила. Ведь, как это не чудовищно звучит, благодаря ему у нее появился сын. Женщина искренне раскаялась и, как вычитала в книге, произнесла несколько раз, что забирает свои слова обратно. Долгое время все у них с Филиппом было хорошо. Алла Сергеевна решила, что отменила проклятие. Или расплатилась за него своим женским одиночеством. Поэтому, когда у сына начались проблемы в личной жизни, она никак не связывала это со своим давним поступком. Но когда неудачи повторялись снова и снова, она всерьез забеспокоилась и затревожилась. И осторожно, постепенно внушила сыну, что корни проблемы надо искать в магическом воздействии. Конечно, проклятие Алла Сергеевна не сняла. И ее кровный сын расплачивался теперь за чудовищное преступление отца. Я все понимаю про справедливость и ту боль, которую испытывала юная Алла. И, к сожалению, тысячи девчонок, попавших в лапы насильников. Проклятие и пожелание мучительной смерти кажутся единственной возможностью выплеснуть злость, боль, унижение. И да, возможно, было бы правильным, если вселенная не наказывала за это потерпевших. Но нет. В этом и справедливость. За преступления наказывают только те, кто имеет на это полномочия. И поверьте, высшие силы покарают намного сильнее и жестче, чем ваше проклятие. Не добавляйте проблем себе. Справитесь с болью другими способами. А они точно есть. Душевная боль, подобно огню, сжжет изнутри и распаляет ненависть к тому, кто ее причинил. И если обидчик окажется в непосредственной близости, то вполне возможно... Он почувствует боль. Но несравнимый с той, что полыхает внутри его обиженного. А если обидчика нет рядом? Ненависть и боль нанесет вред тому, кто их испытывает. Мало того, как только вы сознательно, направленно пожелаете кому-то зла, то в это же время запустится программа на уничтожение. И в этой программе все равно, кого уничтожать, цель или хозяина. Главное – уничтожать. Ненависть остается в родовом поле на многие поколения. Соответственно, несколько поколений потомков будут находиться под этой программой уничтожения. Узнали для себя что-то новое и полезное? Тогда, чтобы не пропустить новые видео, подпишись на мой канал. И не забудь поставить лайк в знак своей благодарности. Тогда я помогла Али Сергеевне и Филиппу избавиться от родового проклятия. Это заняло немало времени и немало моих сил. Но и им тоже предстояла немалая работа. Научиться жить без вины и страха. Думать позитивно и притягивать к себе только хорошее. И у них это получилось. Они справились. Алла Сергеевна написала мне, что стала счастливой бабушкой двойняшек, мальчика и девочки. И теперь в полной мере реализовывает свою нерастраченную любовь. Я знаю, что среди вас много покалеченных судеб. Я знаю, что среди вас много тех, кто пережил насилие в разном виде. Я хочу, чтобы вы не озлобились. Я хочу, чтобы вы нашли в себе силы все равно любить эту жизнь. Да, принять это жуткое событие. Травмирующее, калечащее, приносящее боль. Но не становиться теми, кто несет злость дальше в этот мир. Мы все в запале, в сердцах, не подумав, можем сказать что-то такое, что потом окажется роковым. Но мы все также можем завести себе правило остановиться и подумать, прежде чем проклясть. Даже если это кажется справедливым возмездием, единственным выходом. Ну а вообще давайте говорить друг другу больше теплых и приятных слов. Признаваться в любви, желать здоровья и удачи. Я начну. Будьте счастливы. Живите в гармонии с собой, с миром. Получайте удивительные подарки от Вселенной. Кто следующий? Пиши в комментариях пожелания следующему комментатору. Меня зовут Виктория Райдес, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Продолжение следует...